Привет, друзья! Пока моется машинка, хотел бы поговорить на тему боя Кокляева и Емельяненко. Много порадовалось всякого разного рода далеких людей от спорта, что Миша проиграл. На самом деле эти люди не могут разглашать условия контракта, сколько они заработали, как договорились. Это обычное шоу. Что я хотел сказать? Я очень уважаю Мишу, это легенда 2000-х годов. И в пике формы, когда он выступал и выигрывал лучшие соревнования по стронгмену, это самый сильный человек мира, России и так далее, что в этой форме, если бы он находился и кто-то там на улице к нему подскочил, там, и где-либо еще, то шансы напихать Михаилу были равны практически нулю. Потому что человека в масте 160-170 килограмм и с неимоверной силой ну, ушатать можно только на бревном или лопатой, и то из-под тяжка. Поэтому люди, которые злорадствуют на эту тему и хихикают, но это больные люди. Отважные, сидя на своем ссаном диване. На улице обижали бы стороной и в лучшем случае бы обосрались. Вот. Ну, потому как много и на улице также случаются случаи, когда того же Харитонова просто воткнули нож в бочину, не спрашивая ни имени, ни фамилии, ни статуса, ни мастерства и так далее, и так далее. Так как это шоу, организованное РЕН-ТВ, ну, на месте я сам ждал с нетерпением этот бой и мне было очень интересно на него посмотреть. Если бы Миша не сбрасывал там, не занимался никаким боксом и почему они договорились по боксу, а не по ММА, ММА, то есть, выйдя в клетку, Миша бы просто обнял его, упал бы с ним и, возможно, даже провел какой-то удушающий или силовой прием, ну, шансы были бы, как говорится, 50 на 50 с любым бойцом, с любым бойцом. Посмотрите на Дацика человек, не имея никакой особой техники, имея отвагу, мужество и хорошую голову крепкую, он размахайками уничтожает многих соперников и в то же время может и пропустить и в печенку и в подбородок как любой нормальный человек, независимо от мастерства, роста, возраста и так далее. И, само собой, сильнейшего человека, каким является Михаил, просто так, ну, ни один боец бы, там, просто так, не готовясь, там, на пол, как говорится, с полноги, ну, не победил бы. Учитывая, что сейчас это все шоу, что я слышал насчет этого боя, ну, что там был договорничок, в котором надо было растянуть эту, так называемую, Куликовскую битву на перчатках до третьего раунда, ну, а в третьем раунде уже включаться, и кто там должен был победить по контракту, не знаю, наверное, Саша, Емельяненко, так как он все-таки боец, и он бы утратил свой авторитет. Ну, а Миша, пропрыгав до третьего раунда, как бы, наоборот, заслужил бы этот авторитет, ну, тем, что человек никогда в жизни там не выходил на ринг там и так далее и продержался. Но все сами видели, я не буду вставлять там нарезки из этого боя, хотя я его сам внимательно пересмотрел. Саша в первом же раунде, там, на первой же минуте получил в подбородок и поплыл на мгновение. И после чего Саша подумал, что до третьего раунда он просто может не дожить, но и включил свои педали и и Миша, естественно, настучал. Потому как Миша был ослаблен, он не мог ни бороться, ни пинаться, ни драться, ни душить. Он должен был работать в классическом стиле. Ну, естественно, наработать такие навыки можно только там начиная с 10 лет. Ну, как минимум, прозанимавшись, наверное, 2-3 года можно наработать навыки бокса. Ну, такие хорошие, чтобы выйти с профессиональным боксером, с профессиональным бойцом. Не знаю, зачем Миша. Может, то же самое по контракту. Он сбросил все, силу потерял, согласился, подписался на бокс. Ну, человек просто хотел заработать себе деньжат. И тот, и другой. Что сейчас все благополучные дела. Потому как Стронг развалился с уходом Турчинского. Надо где-то зарабатывать. И Миша все, что умеет в этой жизни поднимать тяжелое. Поэтому я его прекрасно понимаю. Любой другой боец мог выйти против Саши Емельяненко и так же отгрести. И что? Потому как на ринг выходят два человека и один из них проигрывает. Какого бы мастерством ты не обладал. И Майк Дайсон проигрывал, и Холифилд, и любой боец проигрывал. И, вы знаете, говорить там про категории там 70-80 килограмм, где люди становятся чемпионами. Ну, для того, там и вводят категории, чтобы такие, как Миша, их просто не выбрасывал из ринга. Прекрасно понимаете. На улице не бывает драки, которая длится там, знаете, три по три. Все решается в течение 15 секунд. Если вы собрались там наброситься на тяжа, спортсмена, того же бодибилдера, штангиста, там все решает мгновение, нельзя говорить, что ты всех побьешь или тебя все побьют. Может, на самом деле дрищик попадет куда-то в уязвимое место и успеет убежать. А может, это закончится летальным исходом. То есть, вот сейчас эти комментаторы, они, которые вырубают с двоечки меня там через одного и так далее и подобных мне. Ну, в жизни вы это просто не сделаете. Сейчас везде висят на каждом углу, во-первых, камеры. Раньше мы выясняли отношения в лесочке, выезжали в лесочек, где помимо твоей грубой физической силы в руках могли быть различные предметы, которые решали все. Но, соответственно, если ты чувствуешь себя сильным мужиком и подготовленным, даже элементарно стуча по груши или борясь в зале, у тебя твои шансы увеличиваются в разы. Вот. Поэтому нету такой силы, против которой нельзя устоять и которой нельзя противостоять. Надо ко всему относиться поспокойнее, просто тренироваться, как говорится, чтобы быть мужиком, а не для того, чтобы кого-то там вырубить. Чаще всего здорово... Я сколько занимаюсь в зале, я прожил всю жизнь, на меня бросались, не скажу, что на каждом углу, но бывали случаи раз в два-три года. Бывает на дороге я выйду посреди площади в городе, бывает где-то просто у больнички стою или еще какой-то сумасшедший налетел. Всякое бывало, но я никогда не чувствовал себя уязвимым и проигрывал эту схватку. Я не говорю, что на меня если бы тот же Саша Емельяненко в кабаке набросился, что я бы очень этому обрадовался. Конечно же нет. Мы умеем поднимать штангу, мы умеем одни движения, мы сильны в одном, бойцы сильны в другом, футболисты сильны в третьем, теннисисты сильны в четвертом и всех ровнять под одну гребенку. Но смысл в чем? Что человек мужик, как меня воспитывали и может быть как я родился с духом бойца, гладиатора, атлета и я всегда стремился быть сильным, быть мужественным, быть смелым, быть честным. И вот это все, что происходит сейчас, оно так и называется поп-мма, я смотрю на это все и это очень плохо влияет на мозг молодежи, очень плохо. Матершина, рука, неуважение друг друга, неуважение, если люди даже друг друга не уважают, оскорбляют всеми возможными словами, угрожают матери, семье и так далее, такое просто надо запретить в моем понимании, для показа по телевидению и так далее, но видите сами, что это на этом хайпе люди и зарабатывают бабки в наше время, если бы не было интернета, ничего бы этой похабщины никакой бы и не было, мы бы смотрели красивые бои, смотрели бы стронгменов и так далее, и так далее, так что ребята, делайте выводы, кем вам быть, зачем вам быть, всем пиз, Миша Кокляеву уважение, и Саша Емельяненко тоже, хотя побухивать конечно не стоило бы, подавать дурной пример людям, это не по-спортивному, хотя ситуации бывают жизненные, но человек публичный, он не должен так поступать, всем добра. Продолжение следует...